Всем добрый день, всем мир и добро, меня зовут Валерия, сегодняшнее видео касается нашего здоровья, видео по вашей просьбе. Сегодня я подскажу очень простой, дешевый, народный рецепт, который помогает нам в двух проблемах. Первая проблема – это заболевание со стороны бронхолегочной системы, бронхит-пневмонии. Поскольку этот рецепт способствует скорейшему выздоровлению, он восстанавливает слизистую легких, и он способствует увлажнению кашля и его скорейшему откашливанию, чтобы у нас мокрота отходила. То есть мы с вами сухой кашель переводим в мокрый, и это позволяет откашливаться. Ну и как я проговорила, одна из основных задач этого рецепта – восстановить сурфактан слизистую легких и как следствие скорейшее выздоровление, например, при пневмониях. Ну и вторая проблема, которую решает этот рецепт – это боли в горле. Когда у нас, например, с вами ангина или в целом нам с вами больно глотать, фаренгиды, трахи – то же самое. В принципе, этот рецепт помогает нам справиться и с этими проблемами. И рецепт у нас основной, да, из двух компонентов, я вам скажу, и потом подскажу, что можно добавить еще третий, для того, чтобы усилить наш рецепт, и уже можно было и поднимать иммунитет, да, и для того, чтобы повлиять даже на бактериальную флору. Итак, для приготовления рецепта нам понадобится сливочное масло. В данном случае лучше использовать высококачественное сливочное масло, ну хотя бы 82% жирности, либо топленое сливочное масло, не спретто, не маргарин, не какие-то там рамы и прочее, да, вот именно качественно сливочное масло. Сливочное масло – это настолько уникальный продукт, что, если помните, наши бабушки, мамы лечились, когда жирное молоко, добавляли мед, было сливочное масло, еще сливочное масло, и сливочное масло – уникальный продукт, именно который помогает восстановить сурфактант слизистую легких. Ни один другой продукт так не восстанавливает наши легкие, как сливочное масло. Поэтому сливочное масло высококачественное. И второй ингредиент, который нам понадобится – это черный молотый перец. Не красный, не смесь, а именно черный молотый перец. И если у вас есть возможность сделать вот свежий молотый черный перец, будет еще лучше. Итак, что мы с вами берем? Либо сливочное масло растапливаем, либо его оставляем на батарее, либо при комнатной температуре для того, чтобы оно стало мягкое. Я вам буду давать пропорции на одну чайную ложку сливочного масла. На самом деле, в течение дня мы с вами можем съесть 2-3-4 чайные ложки. Соответственно, вы можете увеличивать пропорции. Итак, на одну чайную ложку сливочного масла мы с вами добавляем 1 треть чайной ложки молотого черного перца. Все это тщательно перемешиваем. После того, как мы смесь перемешали, мы ее очень медленно рассасываем. Берем буквально чайной ложкой по чуть-чуть и медленно рассасываем. Смесь получается достаточно универсальная, поскольку к этим продуктам... Вот я у нас в YouTube-канале забегаю, да, скажу. А я у нас в YouTube-канале давала массу всевозможных рецептов аюрведических. И был аналогичный рецепт с медом. Но у многих людей на мед аллергия. Кстати, у вас в правом верхнем углу будут ссылки на вот те самые видео. Пересмотрите, там очень много интересного, очень простые, эффективные рецепты. Но сегодня мы делаем вот такой рецепт, да, который масло помогает нам восстановить сурфактанты слизистую легких, да. И в то же самое время, чтобы мы сухой кашель перевели во влажный. И нам это позволяло все хорошо откашливать, да, и боли в горле. Так вот, медленно рассасываем. Когда мы с вами рассасываем масло, во-первых, жир, у нас так природа устроена, очень быстро проникает в наш организм. Ему не нужно длительного времени на расщепление. Поэтому вот вы кушаете масло и фактически считаете, что у вас уже через несколько минут масло пойдет на восстановление сурфактанта, на работу над легкими. Что касательно перца. Когда мы с вами медленно рассасываем, перец расширяет сосуды кровеносной, во-первых, в ротовой полости. У вас увлажняется слизистая ротовая полость и у вас наступает обезболивающий эффект. Вот удивительно, да. Но природа все за нас придумала. Не нужно пить никакие таблетки, да, обезболить. Вот можно, достаточно даже чуть-чуть пожевать перчик, а тут масло с перцем. И в течение дня, как я уже проговорила, два, три, четыре раза. И увидите, да, как у вас улучшается кашель, как у вас проходит боль в горле. Это база масла и черный перец. И есть третий компонент, который вы можете добавить. Этот компонент будет работать как противовоспалительное, антибактериальное средство, мощный антиоксидант, средство, которое повышает наш иммунитет. Это куркума, специя куркумы. В таком случае вы к этому количеству, да, на одну чайную ложку масла сливочного добавляете, снова-таки, одну треть чайной ложки молотого перца и от одной трети до пол чайной ложки куркумы. Делаете вот такую смесь и то же самое медленно рассасываете. Здесь уже и масло, да, идет на восстановление легких. И куркума работает как антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное средство, повышающее иммунитет. Но тут в данном случае черный перец еще будет работать не только над обезболиванием, да, над усвоением, но черный перец будет способствовать усвоению куркумы. И опять-таки сливочное масло, та жировая основа, которая способствует лучшему усвоению куркумы нашим организмам. Так что вот такой вот для вас очень простой рецепт из недорогих ингредиентов. Я надеюсь, если нет куркумы, то, по крайней мере, сливочное масло и черный перец у большинства людей на кухне есть. Если у вас под рукой нет никаких лекарственных препаратов, а нечем вам помочь, просто, да, идите и делайте вот такой простой рецепт. Вот попробуйте, просто попробуйте, особенно когда у вас боль в горле, когда больно глотать, сухость все дерет и першит, попробуйте этот рецепт и сами убедитесь, как все очень просто. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Гениально и просто. Так что берите себе на вооружение этот рецепт, делайте и, конечно же, будьте здоровы!